Становление Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чеплыгина пришлось на трудное для страны послевоенное время. Возглавлял институт в эти годы Олег Константинович Антонов. Именно тогда в аэродинамической лаборатории получил сибирскую прописку известный всем самолет Ан-2. Самолет-эпоха, самолет-легенда. Это единственный в мире летательный аппарат, который выпускается более 60 лет. За эти годы на заводах СССР, Польши, Китая было построено свыше 16 тысяч самолетов различной модификации. Более 60% всей территории нашей страны составляют районы Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. На этой огромной территории находятся 28 тысяч населенных пунктов, где живет свыше 12 миллионов человек. Здесь нет дорог. Вот и выходит, больше половины территории России являются труднодоступными, и воздушная полуторка была и остается для многих населенных пунктов единственным транспортным средством. Всегда объясняю, рассказываю, что 80% советской авиации состояло из людей, из летчиков, которые никогда не собирались летать на больших самолетах. То есть вот 80% пилотов, летавших в Советском Союзе, летали на вертолетах, самолетах Ан-2, самолетах Як-40, Ан-28. И эти люди, они, значит, жили в деревне, ходили на охоту, ходили на рыбалку, отлично знали все свои тропки, да, могли в любых метеоусловиях прилететь из любой деревни, так сказать, привезти больного, кого угодно. Он не хочет уезжать из своей деревни, он любит Россию, Родину, ему не надо найти Боинги, Аэрбасы, да. То есть, если говорить о настоящем полете, да, то настоящий полет – это вот на самолетах категории Ан-2. В Сибнеа практически дали вторую жизнь знаменитому кукурузнику. На основе легендарного Ан-2 путем замены двигателя и других работ по модернизации удалось провести первые испытательные полеты нового самолета. Поздравляю всех! Где у нас сегодня в промышленности, где главный конструктор с летчиком-испытателем поднял опытное воздушное судно новое? Нигде. Анохин, Сибнеа с Барсуковым. Все. На международном авиационном космическом салоне в городе Москве самолет Ан-2 с новым турбовинтовым двигателем произвел сенсацию. Универсальный, легкий, простой в эксплуатации, его серийное производство и возобновление полетов может стать переломным моментом восстановления авиации в глубинке. Субтитры создавал DimaTorzok 60-70 метров позволяет ему взлетать буквально чуть-чуть не смешно. В 2007 году у нас сразу появилось около 45 человек молодых специалистов. Значит, из всего списочного состава, который имеется на сегодняшний день, это порядка 57 человек, нам пришли с завода Чекалова, опытного производства «Кулон». Все остальное нам пришлось заключать договор. Я ездил в НГТУ, мы заключали договор с НГТУ о целевой подготовке студентов. Работы по модернизации самолета АМ-2, проделанные коллективом Сибня после практически полного разрушения авиационной промышленности в период развала Советского Союза, заинтересовали российских и иностранных инвесторов. Работы в этом направлении позволяют надеяться на восстановление отечественной авиации.